Конкурс на независимый экологический аудит проектной документации Томинского ГОКа вновь приостановлен. В антимонопольную службу обратилось региональное отделение общества охраны природы. Ее руководитель нашел несколько нарушений в конкурсной документации. И он ссылается на закон об охране окружающей среды и полагает о том, что экологический аудит подразумевает проверку деятельности хозсубъекта, а не проверку проектной документации. Он полагает, что неправильно определен предмет. Также в тех заданиях указан другой вид работ. Сейчас нарушения рассматривают специалисты антимонопольной службы. Они либо отменят конкурс, либо порекомендуют внести изменения в документацию. В областном министерстве экологии документов от УФАС пока не получили. Тем временем в ведомстве закончился прием заявок от компаний, которые способны провести аудит. Поступило 4 заявки от 4 организаций. Это одна московская организация, две из города Екатеринбурга и одна челябинская. Сейчас комиссия рассматривает заявки в соответствии с законом. Вместе с тем на сайте госзакопок мы увидели, что поступила жалоба на процедуру. Экологический аудит все равно состоится, уверяют в Министерстве экологии, если отменят этот конкурс. В документацию будут внесены изменения и торги состоятся вновь. Напомню, первый конкурс на экологический аудит ГОКа был приостановлен в сентябре, также по жалобе Всероссийского общества охраны природы. Тогда оно заявило о нарушениях в документациях. Добавлю, накануне активисты движения СтопГОК передали в приемную президента России 108 тысяч подписей против строительства комбината.